Знакомьтесь, это Леопольд Ашенбреннер. В мае 2024 года он выпустил документ под названием «Ситуационная осознанность». Там 165 страниц о том, как в будущем появится AGI, искусственный интеллект, который станет умнее человека. Звучит как кликбейтное начало или теория заговоров, но это далеко не так. Леопольд Ашенбреннер участвовал в создании чата GPT в компании OpenAI, отвечая за то, чтобы искусственный интеллект не навредил людям. Его уволили и вскоре ушли еще несколько ключевых сотрудников, которые занимались развитием ИИ и его безопасностью. Этот документ содержит информацию о будущем и о том, как мир изменится к 2027 году. И это коснется каждого из нас. Прежде чем мы будем разбирать этот документ, наверное, стоит разобраться, что такое искусственный интеллект. Я понимаю, это может быть немного душной информацией, не всем это надо, особенно для тех, кто пользуется им марсимом в чате GPT. Но, поверьте, для общего понимания это нужно. Идея искусственного интеллекта появилась в середине 20 века. В 50-х годах британский математик Алан Тьюринг предложил идею, что машину можно научить выполнять умственные задачи, как человека. Тогда ИИ был чем-то вроде фантастики, и первые программы могли выполнять только простые задачи. Например, решать уравнения или играть в шахматы на базовом уровне. Со временем ИИ вышел за пределы лаборатории и стал частью нашей повседневной жизни. В начале 2000-х годов он уже активно использовался в банковских сферах и в медицине. Но настоящий прорыв случился в 2010-м, когда появились методы глубокого обучения нейронных сетей. И эти технологии дали новые возможности для ИИ. В 2016-м году система AlphaGo от компании DeepMind победила чемпиона мира по Go. Это стало поворотным моментом, показав, что ИИ может решать сложные задачи лучше человека. В 2020-м годах ИИ стал частью нашей повседневной жизни. Филосовые помощники, рекомендации в соцсетях, автопилоты – все это уже вокруг нас. И вот теперь, в 2024-м году, мы стоим на пороге появления АГИ, то есть ИИ, который умнее человека, умеет размышлять и выполнять задачи, которые раньше казались невозможными. Чтобы лучше понять, что такое АГИ, давайте проследим, как развивался искусственный интеллект за последние 5 лет. Изыковая модель – самая популярная ЧАД-GPT. Первая версия, выпущенная в 2018-м году, могла поддерживать простой диалог, отвечать на вопросы и помогать с написанием текста. Но ее способности были ограничены. Она не умела брать актуальную информацию и отвечала сухо и односложно. С каждым обновлением ЧАД-GPT становился лучше. Вторая версия лучше понимала контекст, что сделало диалоги более последовательными. Третья версия, выпущенная в 2022-м году, могла выполнять сложные задачи, такие как написание кода и помощь математики. С выходом четвертой версии в 2023-м году модель смогла решать задания, требующие логического мышления, и стала по-настоящему полезной в работе, обучении и даже в творчестве. Более наглядно, как развивался искусственный интеллект, можно посмотреть на примере генеративных моделей, то есть те, которые создают изображение. Знакомьтесь, это Миджорни. Так она видела собаку, которая перепрыгивает через барьер в июле 2022-го года. А так она уже генерирует этот же запрос, но уже в феврале 2023-го года. Далее версия номер 5, которая вышла чуть позднее в марте, и последняя, шестая версия в июле 2024-го года. Один и тот же запрос. Но обратите внимание, насколько сильно она прокачалась. Да, пока что можно заметить некоторые артефакты. Неправильные руки, сломанные пропорции, неестественная насыщенность и пластиковость. Но за два года это просто невероятный скачок. В 2022-м году мы смеялись, когда видели эти картинки. Но сейчас... Что-то уже не смешно. Ну и на десерт. Это видео загенерировано с помощью Ген-1 в феврале 2023-го года. А это Ген-3, которое вышло буквально недавно. Чуть больше года, а генерация видеоконтента скакнула настолько быстро, что мы задаемся вопросом, а что будет дальше? И вот тут появляется этот самый документ, который даст нам на это ответ. Аги – это совершенно иной уровень искусственного интеллекта. Если сравнивать более понятным языком, сегодняшний чат GPT – это школьник. А Аги – это доктор наук. Аги изменит многие сферы нашей жизни. В медицине он поможет диагностировать болезни, разрабатывать новые методы лечения и поддерживать врачей. Например, в 2023-м году он научился диагностировать по медицинским записям пациентов рак поджелудочной железы за 3 года до постановки диагноза. Таких новостей становится больше и не без помощи нейронов. В образовании Аги сделает обучение более доступным и персонализированным. В бизнесе и технологиях он автоматизирует процессы и улучшит управление. Конечно, Аги откроет новые горизонты в медицине, образовании, бизнесе. Но вместе с этим он неизбежно изменит рынок труда, трансформируя привычные профессии и устраняя рутинные задачи. Например, я лично столкнулся с этим. Я занимаюсь коммерческой съемкой достаточно давно. У меня есть база дикторов, в которой мы постоянно обращались за помощью. Озвучивали ролики, ребята озвучивали анимацию. И за последний год я отказался практически от всех дикторов в пользу искусственного интеллекта. А что случилось? Да, он просто озвучивает быстрее, делает это не менее качественно и можно полностью контролировать процесс. То есть получается, лично в моем примере, несколько дикторов потеряли работу только из-за того, что появился ИИ. Можно, конечно, думать, что тебя это не коснется, но поверь, коснется и еще как коснется. ИИ смог залезть туда, где казалось раньше его присутствие невозможным. Этот трек из моего прошлого ролика написала нейронка Суно. Мои превью это нейронки, которые дорабатывает дизайнер. Этот сценарий помог мне написать и структурировать чат GPT. Удаление голоса из аудио, восстановление старых поврежденных фото и ИИ может практически все. Но как только появится АГИ, могут исчезнуть такие профессии, как бухгалтеры, юристы, водители, кассиры, переводчики, дизайнеры, программисты, аналитики, операторы колл-центров и журналисты, дальнобойщик, архитектор, видеомонтажер в конце концов. Везде, где можно процесс систематизировать, там можно будет подключать ИИ. Правильно будет сказать, профессии не исчезнут, а трансформируются. Не получится заменить хорошего дизайнера, будут дизайнеры, которые работают с нейронками. Ну а те, кто решит остаться обычным дизайнером, они потеряют конкурентное преимущество. Уйдут рутинные процессы, дальнобойщикам работать трудно и рутинно. Гораздо лучше запустить беспилотный большой груз и дать под контроль человеку, который будет время от времени контролировать маршрут. Поймите важную мысль. Не искусственный интеллект заменит тебя. Тебя заменит человек, использующий искусственный интеллект. Когда ИИ достигнет уровня АГИ, его развитие не остановится. Миллионы таких систем смогут ускорить научные открытия и технологический прогресс. Мы быстро перейдем от интеллекта, равного человеческому, к системам, которые будут намного умнее нас. Это принесет огромные возможности, но и серьезные риски. АГИ меняет не только профессии каждого из нас. На глобальном уровне он становится инструментом, который может влиять на целые страны, превращаясь в новое оружие технологической гонки. Ашенбренер сравнивает АГИ с атомными и водородными бомбами. Если атомная бомба – это мощное оружие, то водородная бомба может уничтожить целые страны. То же самое будет и с АГИ и сверхинтеллектом. Сверхинтеллект может дать определенным странам военное преимущество, что проведет к одному из самых напряженных и нестабильных периодов в истории человечества. Именно поэтому страны и устроили гонку к созданию АГИ. И нас ждет интересное будущее, где наличие собственного мощного АГИ будет не менее важным, чем наличие атомной бомбы. Да, конечно, искусственный интеллект нам нужен для того, чтобы лечить болезни, решать какие-то вселенские вопросы и проблемы. Но давайте не будем забывать про человеческую сущность. Остановить это может лишь один фактор – отсутствие инфраструктуры. Но над этим уже вовсю работают. Цукерберг, например, закупил 350 тысяч суперчипов. Амазон построил дата-центр на 1 гигаватт рядом с атомной станцией. Майкрософт и OpenAI планируют мегакластер стоимостью как международная космическая станция. Китай вложил миллиарды в развитие АГИ. Ну и главный вопрос. Где взять 10 гигаватт энергии, которой хватит для АГИ и сверхинтеллекта? Один из вариантов – возрождение старых атомных станций. Судя по новостям, Майкрософт расконсервировала атомную электростанцию, что, собственно, давно не происходило. Но, тем не менее, это нужно для того, чтобы обеспечить искусственный интеллект электроэнергии, в которой он так сильно нуждается. И вся суть документа Леопольда – в 27-м году появится АГИ. Как он отразится на мировом порядке, непонятно. Что он будет делать, можно лишь гадать. Но уже сейчас возможности ИИ просто мозг взрывают. Технологии за 4 года скакнули так сильно, что мы не успеваем удивляться. Искусственный интеллект уже помогает каждому из нас. Например, мой Телеграм-бот. И да, я сделал свой ИИ. Сейчас будет небольшая реклама, но не переключайте, это реклама моего продукта. Особенно это будет интересно тем, кому нравится мой контент и хочет помочь в развитии канала. Знакомьтесь, это мой бот в Телеграм на основе чата GPT. Нужно написать пост для соцсетей? Легко. Составить план тренировок на основе ваших предпочтений? Без проблем. Например, я не люблю приседать. Мне 31 год, давно не тренировался и хочу начать плавно. Оп, и без проблем он составил мне тренировку. Ну или, например, он может ответить на противоречивый вопрос. Или посоветовать фильм на вечер. Это идеальный вариант для решения любых повседневных задач в вашем Телеграм. Не нужно VPN, не нужно зарубежные карты. Есть большой расширенный бесплатный лимит. Ну а платным лимитом вы поддерживаете мой канал и ускоряете выход новых видео. Я не верю в истории про конец света, восстание машин и впрочую чушь. На сегодняшний день я вижу, что появилась новая технология. Она сильная. Очень сильная. Она изменит мир, как в свое время изменили мир создания электричества и изобретения интернета. Я каждый день читаю новости о том, что с помощью ИИ происходят сильные изменения в медицине. Находят лечение от рака и ВИЧ, придумывают новые способы хирургии с помощью машин. Скорее всего, этот ролик посмотрит немного человек. Тема сложная, какой-то там аги, какой-то искусственный интеллект. У меня многие знакомые до сих пор не видели, как работает чат GPT и даже не знают о его существовании. Об этом узнают после. После того, как оно войдет в нашу жизнь полностью и повсеместно. Мы стоим на пороге чего-то интересного. Хм, пугающе интересного. Я использую ИИ каждый день. Да и вы тоже. Банально рекомендации Ютуба, которые подкинули вам этот ролик, это тоже ИИ. Многие профессии перестанут существовать. Искусственный интеллект будет решать. Например, давать ли тебе кредит. Или выписывать ли тебе штраф за неправильную парковку. И такое будущее меня устраивает. А может и нет. Тем не менее, мы просто пользователи. А ИИ будет развиваться. Дальше. И больше. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...